Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика, 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Вопросы для повторения. В этом видео мы рассмотрим вопросы с 32 по 35. Итак, вопрос 32. Как можно число разделить на произведение, а произведение на число? Здесь у нас как бы два вопроса. Первый вопрос. Как можно число разделить на произведение? Вот обозначим это число буквой С и разделить его нужно на произведение двух чисел. Обозначим эти числа А и В. Вот произведение А на В. И нужно число С разделить на произведение двух чисел А и В. Так вот, для того, чтобы число разделить на произведение, можно это число разделить на один из множителей, а потом то, что получится разделить на второй множитель. И второй подвопрос. Как можно произведение разделить на число? То есть вот у нас произведение двух чисел, и нужно их разделить на число, то можно любой из этих множителей, ну, например, множитель b разделить на число c, а потом то, что получится, умножить на оставшийся множитель. Вопрос 33. На какое число деление невыполнимо? Нельзя делить на ноль. Это нужно запомнить. Вопрос 34. Какие правила выполнения действий с числом ноль тебе известны? Ну, давайте эти правила запишем в общем виде. Что касается сложений. Если любое число, обозначим его буквой А, к нему добавить ноль, то получится само это число. Ну, и то же самое, если мы воспользуемся переместительным свойством сложения. Если к нолю добавить любое число, то получится это число. Теперь, что касается вычитания. Если из любого числа вычесть ноль, то получится это число. Ну, например, если число 3, из него вычесть ноль, то понятно, что разность будет равна нулю. Будет равна трём. То есть, если из трёх вычитать ноль, то получится 3. А вот из нуля, конечно, вычитать ничего нельзя, потому что ноль меньше, чем любое натуральное число. Теперь, что касается произведения. Если мы любое число умножим на ноль, то получится ноль. Ну, и то же самое, что если мы ноль умножим на любое число, то тоже получится ноль. Ну, и что касается деления. Уже мы знаем, что на ноль делить нельзя. Давайте мы справа это запишем. А делить на ноль, вот это недопустимо. А вот ноль разделить на какое-то число – это можно. Если ноль разделить на любое число, то получится ноль. Собственно говоря, мы перечислили все правила, все действия с числом ноль. И теперь мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос 35. Какие действия относятся к действиям первой ступени? Первая ступень – это сложение и вычитание. На этом все. На вопросы мы ответили. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.